всем привет в этот последний день осени с вами link me up меня зовут козлов роман и с нами арсений из компании касперский осени и расскажи о себе представьте пожалуйста расскажи чем ты занимаешься и дальше мы начнем общаться по различным интересным тимлицким делам спасибо рома да всем привет меня зовут арсений сейчас я этим лид в лаборатории касперского в команде которая занимается инструментами разработчика для касперский ос кто не знает касперский ос это такая операционная система которая делается нас компании она очень сильно отличается от всего остального это не linux какой-нибудь там ядро мы пишем сами и система сильно по-другому работает заточена безопасность все дела ну и поэтому есть целый отдел который занимается инструментами для разработки под нее чтобы разработчику было удобно жить работать вот соответственно шел я к этому в общем достаточно долго наверное суммарно там где-то лет 12 опыта сейчас в разных сферах наверно немножко расскажу про свой бэкграунд коротко вообще начинал я с работы на застажировки на оборонном предприятии значит когда еще был студентом там классе в курсе на третьем естественно его нельзя называть правильно да на самом деле можно в linkedin я всяком случае написал он помощь настроение в риутова до занимался там всякими интересными штуками про которые не буду подробно рассказывать хотя какие-то какие-то вещи прикольные могу рассказать не связаны ни с чем секретом интересно что днп машиностроения мне примерно полтора километра я кстати видел где-то не помню где у тебя в соцсетях трек прямо вокруг и помощь настроения в телеграме не это не велосипед это бегает о неплохо там вообще там трек сколько там километров 10 15 а ну вот да неплохо неплохо вот ну собственно да я там провел много времени потому что студентом я там сожжался года три еще год поработал на полную ставку после потом понял что не совсем не все это нравится ушел работать в мгу собственно в стартап который был связан с космическими исследованиями делали мы там по для спутников в основном собственно там писали на сишарп плюсах на питоне вот было очень интересно вот в отличие от завода там было гораздо как бы свободнее в плане того что хотя бы был интернет хотя бы была сеть а вот что на заводе мне приходилось носить коммиты на флешке например вот было забавно понятно а у тебя твоя работа вот именно и на заводе и в мгу она была связана с каким-то языком или ты сразу был мультиязычным да ну собственно в помощь настроение в основном мы писали на плюсах еще когда я был студентом там стажировался это вообще очень популярно именно в российских как бы и научной сфере да и в сфере вот инженерии использовать именно плюсы даже там где они совершенно не уместны на самом деле на взгляд вот и соответственно когда я пришел в мгу я там тоже писал на плюсах но там еще используется сишарп активно вот мне повезло до сих пор вот горжусь немножко даже своей работой мы делали по для спутника для и джипсата он сих пор летает вот и там был софт для управления этим аппаратом который работал на земле в цупе в центре управления полетами и вот этот софт мы писали на сишарпе но это как бы был бэк-энд для веб-сервиса которым собственно инженеры пользовались ну соответственно да вот к этому моменту получилось там полноценные 3 стека попробовать питон плюсы сишар понятно разговор про космические корабли внезапно повернул реально в космическую сферу то есть обычно мы так шутим на тему того что вот всегда разговариваем про какие-то сверх высокие технологии а в итоге возвращаемся к своей там шестерке вас 2106 которая стоит у нас в уже хорошо расскажи конкретно чем ты сейчас занимаешься то есть как ты дошел до темлицкой жизни ну да собственно я конечно попала в касперский ос в кону в касперской лабораторию касперского не тем лидом я пришел туда просто плюсом разработчиком причем на такую достаточно наверное интересную нетипичную должность я не так много писал на пульсах как строил sdl процессы ну sdl security development lifecycle то есть мы там внедряли динамический анализ статический анализ прогон тестов по санитарам код каверидж и многое другое да то есть чтобы автоматически проверять качество кода звучит как ну странно да вроде все это уже придумано до нас пожалуйста там за неделю можно все настроить на всех пайплайнах но так как касперский ос своя собственная операционная система то стандартный тулинг просто акпаде не работает то есть нужно где-то написать скриптов где-то разобраться с тем почему работающий у всех инструментов не работает у нас где-то что-то протонуть и так далее арсений а можешь дать немножко больше контекста про касперский ос ну то есть во первых для наших слушателей это будет тоже действительно интересная часть нашего разговора то есть во первых почему именно не взяли линукс как берут его все это есть какой-то ответ на этот счет конечно да ну можно взять линукс это вполне валидный путь ничего плохого в этом нет если вы хотите сделать какую-то безопасную операционную систему то есть вы можете взять линукс накрутить на него политики там си линукс настроить многое другое и получить ну наверное достаточно безопасное решение вот я на самом деле вот прям не супер безопасен чтобы критиковать поэтому буду говорить что это нормальный подход вот но всегда есть идея не не брать ну потенциально небезопасную систему и накручивать сверху значит какие-то политики а сделать персону систему с нуля где безопасность будет стоять во главе как бы разработки самого начала то есть например если линукс это монолит да то умер цельная операционная система для работы много с чем то здесь я так понимаю подход безопасная операционная система так точно да то есть безопасность важнее всего остального то есть у нас два процесса по умолчанию друг о друге ничего не знают не имеют доступа там не к никаким драйверам не к сети и по умолчанию вообще как бы ничего не могут делать пока явно в политиках зачастую вообще на уровне компиляции не будет указано что конкретно ему вообще можно то есть у нас условно может быть три процесса один из них умеет писать на диск второй процесс умеет ходить в интернет третий процесс там и не знаю между ними просто какие-то взаимодействия между первыми двумя там по ipc производят ну и таким образом можно построить безопасную архитектуру конечно если просто взять касперский ос и начать писать как обычно никакой безопасности не получится это не какая-то волшебная таблетка просто операционная система позволяет за счет политик и правильной безопасной архитектуры действительно построить безопасное какое-то решение ну тут есть целый термин кибер иммунитет про него можно почитать и там более хорошо разбирающиеся в этом люди все подробно описывают хорошо ну давай вернемся к твоему становлению этим лидом так ну собственно да занимался так как касперский ос активно растет то просто становился больше и больше людей то есть изначально я этим вот процессом построения изделя занимался вообще там один под руководством опытного товарища руслана морозова вот и собственно в какой-то момент на становилось все больше и больше потихонечку там через год-два мне доверили иногда там ставить задачи кому-то еще вот потом собственно я стал таким из исполняющим обязанности тем ли да ну и в конце концов просто предложили не хочешь попробовать там быть им рядом но я согласился вот в общем особо не раздумывал могу рассказать там почему да расскажи конечно это многим интересно да на самом деле я как наверное и многие когда во всяком случае был моложе еще там студентом я видел себя исключительно как там программиста который занимается только техническими задачами в будущем там может быть стал бы техническим экспертом или техледом и в общем я к этому шел но в какой-то момент я понял что там люди людской ресурс то это такой же инструмент как твое здание c++ умение построить работу инженерной команды зачастую это тоже инженерная задача и ну и собственно когда ты делаешь какой-то продукт то ты начинаешь мыслить уже не о какой-то там одной таски ну вот именно о продукте тебе интересный результат то возможность ускорить свою работу за счет того что у тебя есть коллеги которыми которым ты можешь ставить задачи она показалась мне в какой-то момент очень привлекательной и ну как-то вот через это да мне стало это очень интересно конечно поначалу у меня очень много чего не получал до сих пор естественно очень много чего не получается тут еще там пять процентов пути пройдено вот ну в общем пока что не исключаешь по инженерии а дело в том что я ее и не оставил я как называют что называется как бы играющий тренер ну или там слишком громко сказано в общем да что-то в этом роде то есть я мне как раз нравится у принимать участие в процессе который я организую да плюс есть такая возможность к счастью поэтому я делаю как бы таски для других и не беру в том числе и их сам понятно нет ли у тебя как это сказать такого мнения недавно мы на одной из конференций общались с коллегами на тему тоже тимлидов и там был разговор что должен ли быть тимлид самым лучшим разработчиком в команде или нет или это просто управление как вот у тебя на этот счет ты самый лучший разработчик в команде самый сильный самый крутой а это очень хорошая тема тоже прошел много стадий принятия того факта что не просто в команде может быть кто-то лучше а в команде по-хорошему должен быть кто-то лучше есть даже вспоминается доклад такой очень классные вот по моему анастасия оброшитовой называется он самый шерстяной волчара что-то такое по моему он мой есть на ю тубе можно а где где на каком это мероприятие было было на тимлид конв 2022 или 2023 ну в общем вот которая есть не последняя предпоследний короче коллеги youtube тимлид конв 2022 2023 там можно послушать еще на тему это вообще там одна из самых наверное хайповых ну не хайповых а такая ну в общем спорная тема именно касательно тимлида должен ли он быть самым лучшим программистом мой ответ простой как повезет то есть если если вы смогли найти разработчика который лучше вас но это же здорово конечно вы что вы не будете брать то есть скажите ну извините пишите код лучше чем я и не могу вас снять но это явно не продуктовый подход тимлида я буду очень сильно стесняться когда вы будете делать код ревью мне вы не должны вы не должны на ревью указывать на мои ошибки я же тимлид нет к счастью такой конечно проблемы у меня нет к счастью надеюсь никогда не будет хорошо а кто может указывать на ошибки и тимлида да кто угодно вот супер это грамм нас недавно стажер точнее стажерка второкурсница пришла на ревью и нашла ошибку я был очень рад недавно поспорили на на два сникерса что она не сможет значит моё ревью с нас большим количеством изменений много по точки сломать сломала выиграл спор это же отлично ну да два сникерса это же вообще еще лучше хорошо почему как тебе кажется быть тимлидом круто ну собственно ну как я сказал да это возможность бустануть свои возможности как технического специалиста может это очень холиварно но вот я на это до сих пор смотрю так то есть условно если у меня есть какая-то идея которая жгет и хочется ее реализовать но у тебя при этом есть еще пяток таких идей то если ты просто значит технический специалисту ты можешь вообще в итоге ни одну из них не реализовывать потому что тебе задачу поставили другую вот а тут у тебя и появляется во первых ресурс как бы административный ты можешь как бы руками других других людей это что-то делать там этот как бы убедить их что это тоже круто там или просто дальше поставить вот ну и в общем да то есть в есть такая книга как почти готов полно называется и там был такое высказывание что люди это основной такой ключевой момент процесса разработки по да то есть если тебе интересно разрабатывать по кто им тем людям тоже скорее всего должно быть интересно такое мне мнение как ты считаешь по если это выход из проблемы того что у любого технического специалиста ну берем разработчик берем просто какого-то человека который занимается эксплуатацией есть порог по заработной плате то есть если в этом вариант того что переходя на ну скажем так местами управленческую должность этот порог по заработной плате можно превысить я считаю что это неправильно то есть я знаю очень много технических специалистов которые в нашей компании гораздо полезнее компании чем многие менеджеры в том числе и там высокого это абсолютно нормально то есть соответственно я не думаю не считаешь ли должна быть корреляция то есть я думаю это абсолютно нормально если у меня там в команде был бы будет или был значит технический специалист там сеньор который бы не стал со временем или дом и сейчас зарабатывать больше меня это нормально он своей сфере не менее важны чем моя при приносит компании больше денег это правильно так может быть но все-таки я здесь скорее против люди против лиды я скорее не про менеджеров у нас получается что условно есть человек который хорошо и круто пишет код но есть team lead который руководит написанием этого кода с большим количеством людей а также отчасти этот team lead занимается тем что придумывает новые фичи и продвигает поэтому именно с точки зрения продуктовой разработки ну похоже этот человек гораздо гораздо интереснее возможно он гораздо более интересный чем ремесленник который пишет код то есть это как мастер над ремесленниками ну тоже не совсем наверно согласен то есть опять же team lead и могут быть разные может быть слабый team lead который ну просто минимум своих обязанностей выполняет там не знаю как скром мастер максимум там и все да а есть этим лиды которые до могут это это делать так же как и индивидуальные контрибьюторы я знаю у нас компании есть значит ребята которые будучи техническими контрибьюторами откажем отказавшись от пути этим лида или менеджер кстати это надо еще обсудить что этим лид и как он соотносит менеджером это очень сложный вопрос соответственно да есть индивидуальные контрибьюторы которые приносят в том числе и новых идей больше в компании которые находят технические решения там где казалось бы все уже придумано вот и у меня таких примеров тоже много хорошо а какой путь у вас в компании вот именно курс молодого бойца или какие-то еще варианты именно получить именно эту экспертизу потому что зачастую технические специалисты они развиваются совершенно по другому пути и для нас на самом деле управление не характерно то есть это как раз таки из-за этого именно среди технорей найти крутого управленца это прям стоит много времени большая проблема что часто делают управленцами технорей которые может быть и не хотели бы это этой должности и не умеет этим заниматься думаю что и у нас там такое тоже случается ну у нас как эту проблему адресуют нас есть действительно курс молодого бойца это такой курс по-моему идет он пару месяцев или вроде того соответственно там на четырехчасовые как бы курсы уходишь раз в неделю и тебе рассказывают как правильно вообще с этим работать вот то есть компания в данном случае никого в огонь не бросает а насколько длительные эти курсы ну то есть вот ходишь там какое время я подзабыл но по моему месяц или два то есть ну да скорее два наверное вот но это это в отделе уже условно работы с персоналом происходит то есть есть квалифицированные люди которые тренера то есть обычно здорово ну то есть это приглашенный специалист но относительно известный то есть он еще много где что-то делает по этому поводу и он просто нас сюда обучал какой ты видишь идеальный вариант о становлению этим лидом а вообще по пути тимлида ну хороший вопрос я тут наверно слишком старомоден наверное тоже холивар конечно холиварный вопрос но я думаю что хороший тим лид он должен быть как бы хорошим с техническим специалистом в той области в которой он становится тим лидом конечно это не обязательно да это повторюсь холиварный холиварное мнение но ты кстати встречал обратную ситуацию ну все тим лиды которых я знаю у нас они сначала были не тим лидами в этих же командах пожалуй ну да я могу себе представить обратную ситуацию так скажем я потому что встречал только в схеме другой я встречал когда условно человек мог становиться project менеджером но те не тим лидом то есть если он не сильно глубоко знает свою предметную область я вот такие варианты встречал то есть встречал еще варианты когда project менеджеры совсем не знают свою предметную область и зачастую это ну достаточно сложные тяжелый процесс в рамках команды а когда это прям реально техническая команда все что я встречал на своей памяти это когда действительно кто-то из команды вырастал кстати а тут тогда возникает следующий вопрос а может ли быть это приглашенным тим лидом ну то есть вот человек который не вырос у тебя в команде то есть я потому что в большинстве своем все что я вижу и все что я встречаю это человек выросший внутри команды то есть или который пришел в команду а потом постепенно стал тим лидом я думаю что это вполне возможный и нормальный сценарий то есть как бы тим лидство это такая же профессия да она может быть требует больше увлеченности но как бы ну сделайте совместно не знаю из пяти частей вместо четырех там или в два раз больше как у вас и проверьте то что вы хотите ну короче не вижу здесь проблем но единственно я хотел бы мне кажется пора уже как-то раскрыть карты как что мы под ним понимаем под тем или дом потому что я уже чувствую что немножко разные вещи я скажу так что в нашей компании тем лид и менеджер это сильно разные должности вот опять же в том докладе значит настя оброшитовой там было такое определение что тим лид это тот кто платит зарплату ну то есть тот кто решает какую зарплату платить вот у нас это вообще не так то есть у нас это менед project manager это отдельный человек и у него в подчинении может быть несколько тим лидов которые уже более технически без такие специалисты но при этом они занимаются планированием задач там создают ну как правило так вот соответственно ведут там всякие делики вот это вот все соответственно вот у нас так и соответственно у нас project manager может быть не очень глубоко погружен в значит предметную область потому что у него есть тем лиды которые занимаются более плотно всем этим и соответственно там уже на каком-нибудь скрамов скрамс там у них могут быть какие-то разговоры вот хорошо но в других компаниях это может быть и иначе наверное мне кажется зависит сильно от размера команды то есть возможно если команда очень маленькая и продукт небольшой то есть который не требует там десятков команд которые должны взаимодействовать мне кажется может тим лид совмещать в том числе и должность project вплоть до должности и хозяина продукта да да у нас вообще были случаи когда человек проходил все три стадии там приходил тем или дом развивался там условно до менеджера команды а потом передумывал и ставился менеджер продукта да есть такой случай хорошо а может ли быть ситуация когда наоборот не хочешь становиться тим лидом было ли у тебя такое именно такой момент в жизни когда-то такой блин вот это все управление хочется просто классно писать ход это как бы тоже абсолютно нормально у меня такого пожалуй серьез не было то есть я обдумал такие варианты и они всегда всегда их отвергал вполне может быть а почему отвергал ну потому что мне нравилась та ситуация в которой оказался и нравилось то что я делаю да ну понятно что ничто не вечно и когда-нибудь я могу передумать и стать обратно чисто техническим специалистом для этого конечно уже не растерять не растерять хард скиллы вот но это возможно и опять же такие случаи знаю как бы ребята которые были даже не тем лидами а аж project менеджерами а потом возвращались остановились как это у нас называется не тих лидами а у нас это называется значит эксперт технический эксперт то есть это высокоуровневый технический специалист да очень здорово хорошо ты уже упоминал что пишешь не только на плюсах у тебя опыт я так понимаю в разных сферах языках программирования расскажи во первых какой стек языков стек технологии у вас применяется и почему это так да хорошо тут на самом деле тогда дорасскажу к чему я в лаборатории касперского пришел потому что да и вот я пришел заниматься с дэлем а потом потихонечку сдвинулся вот сторону чисто инструментов для разработчика то есть мы делаем эмулятор мы делаем плагин для в с кода и делаем еще набор утилит консольных ну такой единая точка входа для разработчика когда он скачал из тк для разработки под касперский ос и у него там есть удобная клей утилита как через который может сгенерировать там hello world какой-нибудь собрать его тесты в нем запустить и вот это вот все ну то есть такой набор инструментов под все нужды в идеале занимаемся мы этим полтора года еще находимся в общем-то в начале пути да там очень много работы соответственно так как инструменты разные то и языки у нас тоже очень разные то есть мы делаем эмулятор на основе кему quick эмулятор в моего форкнули делаем у красивый интерфейс соответственно сам эмулятор написан на си мы делаем для него обертку на qt и c++ соответственно используем а так как мы хотим переиспользовать логику из других наших значит компонентов которые в основном написаны на питоне то мы еще и питон там используем вот то есть мы наверное одни из немногих людей которые в плюсовом коде используют питонячий они наоборот а с чем это связано скорость разработки да это связано с тем что нас не так уж много то есть нас сейчас ну там по разу можно считать но так скажем 8 человек на несколько продуктов какое-то время продуктов было больше чем людей сейчас хотя бы людей стало больше чем продуктов а то есть у вас внутри операционной системы еще есть ну вот некая платформа виртуализации конечно да то есть так как касперский ос это не салф хост от операционной системы в том смысле что нельзя в касперский ос собрать запустить компилятор да и собрать приложение под касперский ос нужно иметь хостовую машину обычно ну в данный момент эта машина на линуксе там имеет набор удобных инструментов и там через кросс компиляцию что-то собрать от касперский ос при этом конечно нужно иметь удобный эмулятор чтобы это все не всегда на железке запускать да и нужны утилиты для работы с железкой тоже нужен нормальный вс-код там или в виду ешка какая-нибудь ну и вот все все вот это вот мы закрываем чтобы было не больно под это разрабатывать титанический труд ну тут главное как-то себя ну какой-то скоп держать потому что естественно когда и малыш мало чего сделано то руки как глаза разбегаются до работа распыляется тут надо концентрироваться она темы как раз многоязычия не распыляется ли взгляд и нет ли проблемы с тем что условно есть человек который имеет супер экспертные навыки ну допустим в плюсах и когда он начинает лезть в какой-то другой язык программирования он может частично терять скажем так взгляд на то чем он занимался ранее нет ли в этом проблема безусловно есть безусловно есть то есть конечно если ты там за неделю успел пописать на плюсах там тайп скрипте который у нас тоже немножко есть из-за вс-кода и питоне то конечно ты будешь меньше получать вот знаний по конкретной технологии чем кто-то кто просто писал на плюсах в неделю например да насколько это проблема или нет это зависит от человека то есть вот есть такой термин m-shaped t-shaped ай-shaped люди да то есть люди которые развиваются там в нескольких направлениях только в одном и немножко знает про другие и которые только в одном для разных людей интересно разные мне вот всегда было интересно как бы попробовать не попробовать развиваться в нескольких разных направлениях это создает ну тоже интересные перспективы то есть ты понимаешь про несколько разных властей пусть и меньше чем эксперты в этих областях а кому-то нравится быть экспертом в одной области тоже совершенно нормально у нас вся команда такая получается мультиязычная да то есть у нас вот люди знают от трех до двух языков вот никогда нету соблазна взять все и переписать на какой-то один язык о это опасная тема потому что мы та самая команда единственная в мире которая что-то переписала с гона питон что на обратную сторону ага да 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 что наверное карается да как-то в сообществе могу объяснить почему тут на самом деле чисто такое бизнес решение было я бы сказал потому что нам достался компонент от другой команды написанный на го там все было хорошо ребята все классно сделали и выбор технологий был хороший никаких вообще проблем но мы очень хотели переиспользовать этот код в других значит продуктах и плюс у нас на самом деле все разработчики знают питон а го никто не знает да и искать питона разработчиков особенно сиппли плюс питон разработчиков значит гораздо проще соответственно так как кода там было не очень много мы наверное потратили там не знаю может недели три максимум мы переписали все на питоне и считаем что мы только выиграли потому что питон можно использовать нативно в плюсах например естественно нативно в других питонячих там проектах ну так далее у тебя тут проскочила интересная такая для меня неочевидная вещь а почему питон плюс си это более очевидный выбор чем питон плюс коу почему синергия между этими двумя языками есть у нас основной интерпретатор питона это сиппайтон есть собственно пайтон сиппи то есть вы можете в плюсовом коде или в сишном там сделать инклуд пайтон точка h и все и вы дальше можете импортировать модули запускать функции и вы можете статически свинковаться с питоном если хотите с ли пайтон и соответственно у вас даже там не будет требования клиенту чтобы него там на машине стоял питон ну или хотя бы вы можете взять с собой там ли пайтон и тоже все будет работать ну то есть здесь просто очень прямая связь из-за того что пайтон на самом деле ну так скажем написан да на си вот там звук конечно тоже не все так плохо можно было бы что-то здесь придумать без проблем но в нашем случае это был город был гораздо более простой путь но насколько я понимаю просто еще поддерживать в вашем продукте еще третий язык скорее всего от сеть не отказаться от питона не отказаться а тут еще опа еще и гоу-гошечка то есть это здесь недавно был доклад про зоопарки ну вот как раз это разведение дополнительного зоопарка конечно у крокодила лучше убить да 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 нет ли проблемы у техлида то что периодически из-за того что приходится заниматься не характерной для технического специалиста работы теряются какие-то навыки теряются навыки программирования теряется взгляд на какие-то новые технологии ну то есть условно когда ты внутри кода или внутри продукта определенного ты скорее всего за ним максимально внимательно следишь понимаешь что там выходят нового какие новые библиотеки какие новые фичи в новых версиях там интерпретатора и так далее нет ли в этом проблемы то что ну у тебя условно здесь люди зоопарки надо как-то всех дружить разводить да конечно безусловно от этого никуда не деться то есть если вы думаете что я стану тем лидом на работе буду тем лидить а потом приходить домой вечером и там читать ченшелоги там у любимого не знаю языкопрограммирования и так далее это все иллюзия так работать не будет естественно вы начнете тратить на это гораздо меньше времени и мысли топлива тут ну как бы это надо просто принять то есть да как бы я меньше расту как технический специалист гораздо гораздо меньше чем если бы остался техническим специалистом но это как бы осознанный выбор ну то есть это это неизбежная ситуация что все-таки какие-то технические навыки будут проседать но зато будут расти не технические навыки которые как обычно у нас не так сильно развиты хорошо а какие ты видишь варианты может быть у тебя есть пример от твоих коллег альтернативный путь не этих лидом то есть но вот условно есть человек какой который по каким-то причинам но может быть в команде есть уже тем лид крутой классный человек там но например не может стать тем лидом потому что ну как два тем лида это уже сложно или же просто ему не нравится управлять людьми как ты видишь путь ну собственно тут у нас как минимум в компании есть очень прозрачный такой путь развития технических специалиста есть процедуру что раз по моему в год или вроде того можно подаваться на следующий грейд далеко не факт что его естественно получишь да но как минимум этот процесс прозрачный значит и там если не получаешь его получаешь фидбэк все дела а как этот проскоп процесс происходит то есть нужно прийти пройти какие-то собеседования тесты доказать что-то или там я не знаю показать свои показатели тип смотрите сколько я находил вот ревьюшип сделал скорее последнее самое как бы честное да это просто собрать все что ты успел делать сделать в компании запас на тот срок который ты там работаешь с последнего повышения условно да и на эти артефакты пол реквеста и так далее посмотрят независимые не знающие тебя люди и вынесет свое решение как-то так это работает я этого не проходил потому что для чтобы стать тем лидом этого проходить не нужно вот таким образом я это обошел вот что довольно забавно мы соответственно по этим грейдам можно добраться до самой высокой насколько мне известно на ступени это вот ну вот software эксперт как-то так у нас называется ну то что называется других компаниях тим лидом тих лидом тих лидом да их лидом является ли архитектор вообще управленческой должностью или архитектор это исключительно техническая должность как ты считаешь хороший вопрос мне кажется что это как-то сбоку то есть это скорее техническая роль ну управлением напрямую я как-то не стал ся чтобы архитекторы занимались они просто являются как правило большими авторитетами могут сильно влиять на процессы но они как правило не ставят задачи для этого есть интересный ты такой прям нюансик авторитетами то здесь вопрос похоже именно в том что у человека может быть не сильно глубокие знания в предметной области но какие-то нюансные знания то есть он скорее всего ходить может и не так круто уметь но может круто придумать как это должно быть да это то что называется визионер да по моему то есть у меня вообще как бы достаточно много перед глазами таких людей которые работают может быть в какой-то другой совсем команде но при этом сильно влияет на то как мышь мыслю я и какие значит и решения мы применяем в подсоем продукте то есть ты там с человеком поговорил 10 минут а он тебя в чем-то успел убедить вот это тот самый авторитет вот тоже такая независимая параллельное распространение влияния и идей то есть который не подчиняется сетки менеджеров и так далее но тем менее может быть может очень очень сильно влиять на процессы и это абсолютно нормально хорошо ну конечно жалко что мы сейчас вряд ли сможем у тебя узнать как стать архитектором потому что я не архитектор а потому что ты не архитектор вот это интересный путь альтернативной то есть не стать супер технарем супер экспертам не стать тем лидом а стать архитектором тоже путь ну на самом деле я знаю что есть набор книжек я даже когда-то давно его себе сохранил то есть архитектор это человек который находится почему если мы выстроим умение управлять процессами и строить какие-то решения, то мы можем идти от самой низкой ступени, где нам понадобятся книжки о том, как называть правильно классы, чтобы их поняли другие люди, чтобы они их могли прочитать. Потом там будет уровень, который будет учить нас правильно проектировать отдельные программы. Потом нам понадобится уровень, где мы будем проектировать связи между системами, ну а в конце у нас там будет уровень, где мы управляем целой компанией, уже и бизнесом и так далее. Ну, кривовато объяснил, но в общем я видел такую очень полезную подборку книг на каждой из этих уровней. Соответственно, архитектор это человек, который дошел до почти самого конца, он как бы разобрался с первым, вторым, и вот он сейчас на третьем уровне. Ну, как-то так. Переход этот на темную сторону все ниже, 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 в нижние слои сумрака. Да, то есть это переход по уровню абстракции почти до самого верха. А что может идти не так в карьере темлида? Много чего. В том числе на своем опыте могу сказать. Ну, самая первая наверное проблема, она, наверное, в самом начале может настигнуть, если вы пошли в темлиды просто за деньгами. К сожалению, это часто происходит в нашей компании нет, а так вообще это часто происходит. Человек даже может не знать, там, если бы он остался техническим специалистом, может мы там тоже когда-нибудь повысили так зарплату? Он этого не может там заранее может узнать. Вот. Ну, в общем, это проблема, потому что это плохая мотивация. Мне почему-то кажется, что это в принципе плохая мотивация. Если вы пошли куда-то работать ради денег, или если ваша компания существует только ради денег, то мне кажется, в целом это достаточно плохая мотивация. То есть вот, ну, например, как сейчас это реклама, типа, войти много денег, иди войти, будет хорошо. Ну, мы все знаем, что из этого получается, какие результаты. Вот с последним очень согласен, с остальным частично, да, то есть для бизнеса мотивация заработать денег, наверное, нормальная. Нет, это не должно быть самой краеугольной мотивации, то есть у бизнеса должна быть еще какая-то идея, помимо денег. Деньги прикладываются уже к твоей крутой и классной идее. То есть, ну, например, то есть сначала идея, что мы делаем, а дальше уже на эту идею, ну, как я это себе вижу, это мое личное мнение, должны приходить деньги. А не так, что денег хочу, что у нас там есть? Так, импортозамещение у нас сейчас есть, вот мы туда и пойдем, там есть лучшие деньги вообще просто. Ну, естественно, так оно, как это, мне кажется, это такой темный путь, не тот, по которому нужно идти. Да, здесь совершенно согласен, конечно. Ну, да, то есть вот первая проблема, это если вы пошли туда ради денег, а на самом деле вам это не нравится. Вторая проблема, это если вы не умеете управлять своим временем, и как бы роль темы лида, она почти всегда готова, как газ, да, занять все свободное пространство и все ваше время, если вы не умеете, там, в 8, в 7, кто во сколько часов, закрыть ноутбук и пойти спокойно дальше жить, то вам может очень быстро стать очень плохо. То есть тем лиц, это такая же работа, и даже если тебе, от тебя что-то хотят, там, в 10 вечера, да, ну, надо уметь как-то останавливаться. Вот. У меня у самого с этим проблемы очень большие, поэтому я знаю, да, о чем говорю. То есть очень можно быстро сгореть. Вот. Ну, отдельно можно сказать, что если вы не очень уверены, да, и через несколько лет вы захотите вернуться в, ну, именно в роль технического специалиста, да, индивидуального контрибьютора, вот это вот все, то может быть, там, тяжеловато, потому что хардсхиллы теряют очень быстро. Я вот на своем примере могу сказать, вот я, там, не знаю, 4,5 года назад еще писал на C-шарпе, пусть я не очень глубоко его изучал, там, просто пришлось где-то год-два на него писать, но я сейчас вообще ничего не вспомню, да, то есть мне надо будет что-то читать заново, и как бы я вообще ничего толкового не напишу, даже на уровне, там, стажера. Вот. То же самое случится с любым и другим языком, там, может идти плюс помедленнее, потому что я его лучше, как бы, знаю, да, ну, и так далее. То есть если вы потом передумаете, вам понадобится вложить ресурсы, чтобы вернуться. Да, и, возможно, это путь в один конец. Ну, да, вот. Ну, и последнее, наверное, скажу, что часто, как бы, наблюдал, когда тем, ну, не то чтобы часто, но бывает наблюдал, что тем лиды не очень, ну, как-то ладят, что ли, со своей командой, потому что начинают с, ну, вот это чувство инсекьюрити в них растет, они не уверены в себе, они не уверены в том, что, там, в команде уважают их решения, вот это все. Ну, на самом деле, тут, как и в любых отношениях, да, нужно просто больше как-то разговаривать, есть всякие ван-ваны, там, тимбилдинги и так далее, ну, и другие всякие средства, там, помощь, опять же, там, ваших старших коллег, вот. Ничего страшного в нашей индустрии обычно с людьми, на самом деле, не происходит, меньше надо волноваться, больше надо разговаривать о своих проблемах. Вот. Что думаешь насчет идти, не идти, тем лида, тем, кто сомневается? Ну, индивидуально, то есть просто откройте Reddit, там, напишите, там, есть такой, там, сабреддит, по-моему, Experience Dev, девс, там, что-то такое, опытные разработчики, поищите, там, посты про тем лида, там, каждую неделю их по 10 штук, потратьте выходные, почитав об опыте других людей, там, очень много полезного, вот. Люди приходят и пишут, вот, я тем лид, я чувствую себя бесполезным, а кто-то, наоборот, пишет, я тем лид, и у меня вся команда бесполезная. Что вы читаете? Мне кажется, это один и второй, прям, про разные крайности. Может, они в одной команде. А мне кажется, что люди, которые сомневаются, уже вот это звоночек. Мне кажется, что тем лид не сомневается, это человек, который может брать на себя ответственность, и который готов к этой ответственности, потому что здесь бывает ситуация, что в команде, грубо говоря, не осталось тем лида, или как такового его и не было. То есть бывает, и там кому-то приходится на себя взять эту роль. Вот. И, как мне кажется, это такой достаточно плохой путь, печальный. Но, кстати, очень... Да, сори, очень соглашусь, неуверенность очень большая проблема. Я сам часто себя подлавливаю на том, что я не понимаю, какое решение принять. И это очень большая проблема. То есть надо уметь... Тоже вот в какой-то книге было, что там тем лид, он должен быть, не помню, там английское слово, decisive что ли, что-то такое. В общем, принимающим решение. То есть лучше... Да. Лучше ошибиться, чем сомневаться. Это одна из таких ключевых особенностей, которую я в себе тоже выработал. В какой-то мере я тоже коллега. Вот. Ситуация, да, в том, что не бойся сделать даже неправильное решение и неправильный выбор. Потому что сомнения, они могут быть гораздо более плачевными для всех. Вот. Как полководец. Не бойся проиграть битву, бойся проиграть войну. Да, да. То есть тут очень простая, на самом деле, математика работает. То есть если вы сомневаетесь и оттягиваете решение, вы, скорее всего, дойдете до точки, где уже неважно, какое решение вы будете принимать, потому что уже поздно совсем. Ну, потому что обстоятельства примут за вас решение. Да. А если вы сделаете решение рано, но даже если ошибетесь, ну, вы хотя бы поймете, какое решение нужно сейчас принять, что надо делать. Поэтому в большинстве случаев промедление именно, как бы, вот, чем выше вы растете по карьерной лестнице именно управления, тем быстрее нужно уметь принимать решение. Тут как бы все нормально, ошибиться можно. Как мне кажется, мы обсудили большой пул вопросов. Мне кажется, у наших служителей останется над чем подумать. Ты упоминал достаточно много литературы. Если у тебя будет возможность, пришли нам, мы ее обязательно разместим в посте. и, ну, типа, рекомендации, ребята, вот смотрите, классный набор книг, классный набор статей или еще чего-нибудь, ну, вот такого, что поможет вам в вашей будущей карьере. И, напоследок, мне всегда нравится спрашивать о каких-либо курьезных случаях в твоей работе. Если так вспомнишь навскидку, потому что у всех есть, я думаю, много чего рассказать. Так, ну, я расскажу, наверное, две истории. Одну историю достаточно свежую. История... А, ну да, я как-то раз закоммитил небольшой код, который, ну, был инфраструктурным кодом, он занимался одобрением полреквеста. То есть ты запускал сборку, указывал условно номер полреквеста, и после того, как сборка проходила, она ставила плюс полреквеста. Вот, да, у меня был эпизод там года три назад, когда я таким тоже занимался. Соответственно, я там забыл заэкранировать номер значит, полреквеста. И когда кто-то случайно, ну, откуда-то скопировав, вставил номер... С номером. Он ставил номер полреквеста, но перед этим был, значит, эта решетка, то есть как бы в баше знак комментария. Это пошло в мой код, пошло в баш-команду, и команда запустилась как бы с этим номером, но закомментированным. И по какой-то странной логике того скрипта, который я уже там внутри использовал, если нету полреквеста, значит, что надо сделать? Пройти по всем полреквестам. И в итоге от этой сборки приехали минусы на тысячи полреквестов, собственно, в компании. Это, наверное, самый смешной случай из-за мою текущую работу, но и опыт тоже, да, что даже во внутреннем каком-то коде всегда обязательно нужно там все экранировать, инъекции никто и не отменял. Инъекции от собственной, от самого себя. Это очень забавно. Хорошо, ну, классно пообщались. Арсений, спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришел. Спасибо за то, что слушали нас всех. Ну, на этом всем пока. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok